Дорогие друзья, сегодня у нас с вами очень интересная тема «Гоголь в огне. От Ганса Кюхельгардена до мертвых душ». Но, как вы догадываетесь, такой, догадываетесь, своеобразный, очень своеобразный человек, как Николай Васильевич Гоголь, наверное, тщательно подходил к вопросу издания своих сочинений. Ну, вы сейчас здесь видите кое-какие прижизненные издания и иллюстрированные. А я скажу вам маленький секрет, что Гоголь ненавидел иллюстрации к своим сочинениям, и при его жизни практически вообще ни такого не было. Очень редко что могло было быть иллюстрировано художниками. Он всегда тщательно подходил и к издательским вопросам, к моментам, и вообще к тому, что про него скажут и напишут рецензенты. Возможно, поэтому его первые сочинения, вплоть до одной книги, о которой я сегодня обязательно вам еще расскажу, он всегда скрывался под псевдонимами. Я уже вам рассказывала, что первое его стихотворение, опубликованное под названием «Италия», вышло вообще без подписи. Ганс Кюхельгарден, его первая книга, о которой мы тоже с вами уже говорили, она вновь на ваших экранах. Обратите внимание, что на верхней обложке автограф самого Николая Васильевича, там написано от издателя, дорогому Михаилу Петровичу Погодину. Но что здесь интересно, Гоголь практически никогда не подписывал в своей книге, все его автографы чрезвычайно редки. Здесь он вновь решил скрыться под псевдонимом В. Алов, потому что не был уверен в успехе своего сочинения и был прав. Ну, можно сказать, да, его поругали, как один из резидентов тогда сказал, что лучше бы это сочинение оставалось бы неизвестным. Но вышло совсем иначе. Николай Васильевич сжигает весь тираж, который он смог найти тогда в Петербурге. А еще подсказка для особо таких книжных детективов, я бы сказала. Дело в том, что Гоголь успел еще и в Москву отправить эту книгу, поэтому, когда говорят, что он сжег практически все экземпляры, это точно неправда. Вообще в этой книге очень много неизвестного, и нам предстоит с вами еще много-много поработать в архивах, чтобы докопаться до истины. Сколько же на самом деле был тираж ее, как Гоголь ее уничтожил ли до конца или нет, знали ли его современники, потому что считается, что никто не знал, что эта книга вышла у него, что это его первенец. Но обо всем этом, конечно, по порядку, и будем с вами разбираться. Следующая книга «Порося», как он ее называл в письмах, это знаменитая «Вечера на хуторе Близди Каньки». Вы думали, тут он выйдет под своим именем? Нет, вы ошибаетесь. Он здесь укрылся под замечательным ликом Пасечникова Рудыева-Панькова. Санкт-Петербург, 1831-1832 года, две книги. Обратите внимание, они вновь вышли в типографии Плюшара, Адольфа, как раз того, который издавал Ганцу Кюхельгардена. Это как вопросы о том, современники неужели не знали, кто такой В. Алов. Что здесь интересно в этой книге? Она имела шумный громкий успех, благодаря в том числе Александру Сергеевичу Пушкину, который написал замечательную рецензию и рассказал то, что рассказал ему Гоголь. А было дело как? Ну, вы представляете себе, Николай Васильевич очень активно интересовался издательскими процессами, и он решил проверить типографию, где шел как раз-таки набор его сочинения. И вот он подходит к Гавери и слышит какой-то безумный хохот, неудержимый хохот. И так как человек сомневающийся, очень такой гордый, самолюбивый, он сразу подумал, думают, говорят про меня, смеются надо мной. Он прислушался, и оказалось, что на самом деле наборщики в типографии, когда набирали текст, им было так смешно, над самим сочинением, не над Гоголем, что они не могли скрыть своего восторга и веселья. Об этом счастливый Гоголь, конечно же, рассказал Пушкину, а Пушкин в своей знаменитой рецензии. Книга имела, конечно, безумный успех, и затем еще пересдавалась неоднократно, и уже после смерти, в том числе, конечно, Гоголя. И вот, смотрите, здесь очень важно, перед нами с вами Арабески, такой сборник сочинений в двух частях, Санкт-Петербург, 1835 год, опять типография Плюшара, здесь мы видим вдовы Плюшара, ну, с этим была небольшая путаница, но это все тот же Адольф Плюшар. Что здесь важно? Это впервые здесь Гоголь выходит на авансцену, он здесь впервые ставит на обложку и на титул свое имя Николай Гоголь. И при этом, конечно же, он вновь здесь издатель и тщательно следит за набором, за оформлением. Он вообще не любил и каких-то излишних таких вот украшательств, как он называл. Все должно было быть скромно и вот, можем сказать, с его вкусом. Но обязательно он очень любил еще малоформатные издания. Мы об этом тоже в конце поговорим. Следующее издание, опять мы видим уже привычного Энн Гоголя на титуле, «Ревизор, Санкт-Петербург, 1836 год». Это первое издание знаменитой комедии, причем интересная особенность, оно вышло в свет именно в день первого представления комедии в Александринском театре. И как мы хорошо с вами знаем, что первый блин бывает обычно комом, то же самое произошло и с «Ревизором», первым изданием 1936 года. Дело в том, что когда представление состоялось, Гоголь присутствовал в Александринском театре и был свидетелем провала его комедии. Ему не понравилось, как играли актеры, он узнал, как отнеслась критика к его сочинению. В общем, он был очень раздосадован. И говорят, когда он пришел уже после премьеры, один из его друзей, которые помогали в издании этой книги, преподнесли ему первый готовый экземпляр только что из типографии, он швырнул своего «Ревизора» и будто бы стал проходиться по этому изданию ногами. Ну, я думаю, действительно, если вы вооружитесь пятитомником его писем, то вы сможете представить его себе очень хорошо, какой он был человек. Я думаю, вы тоже, как и я, не удивитесь таким эмоциональным выпадом. А вот это издание, мне кажется, самое интересное среди прижизненных изданий Гоголя. Дело в том, что, смотрите, это московское издание 1842 года, «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». Знаменитая поэма, первое издание. Но что здесь важно? Вот я специально для вас подобрала обложку первого издания. Его ценность, ценность этого издания в сохранности этой обложки. Почему? Потому что она сделана по рисунку Гоголя. Он, кстати, хорошо рисовал. По его рисункам, например, вышивки заказывали для его сестер. В общем, он был человек чрезвычайно художественно одаренный. Так и было сделано. Обложка затем литографированная, это вышло в свет. Книга имела феноменальный успех. Причем в Москву пришлось обратиться для издательских целей, потому что там было проще получить цензурное разрешение. В Петербурге с этим возникли проблемы. Печатали тираж в долг. У Гоголя, как обычно, не было денег. Он был за границей, в итоге уехал. И получал уже оттуда, от своих друзей, сообщения, новости о своей книге. Почему стала редка именно эта обложка? Тут можно сказать, наверное, единственная причина. Дело в том, что, как правило, при переплетении экземпляров, часто переплетчики того времени не сохраняли обложки. И поэтому мы достаточно имеем скудные представления об изданиях, как они выходили первоначально. Но у нас тоже будут отдельные лекции, мы еще отдельно про это с вами поговорим. И последнее. Да, это я вам обращаю ваше внимание на фрагмент письма Гоголя Языкову, где он возмущается тем, что первая рецензия на «Мертвые души» вышла рядом с какими-то, цитирую, капустными кочерыжками. Уж что там за капустные кочерыжки, я думаю, надо будет с вами, конечно, еще разобраться. Ну, какие-то, видимо, рекламные объявления, что ты поделаешь. И дальше вот последнее как раз, это рукописное, это даже не издание, это рукописный список второй половины 19 века «Мертвые души». Именно часть вторая, второй том, о котором мы с вами знаем, что Гоголь его недолго до своей смерти решил сжечь, потому что он разочаровался в том, что он написал. Но мы еще знаем, что и в 1945 году он то же самое проделал. Ведь, видите, он как любил все время сжечь свое сочинение. Начал с Гансика Хюльгардена и закончил «Мертвыми душами», причем дважды сжигал все. И мы знаем, что сохранилось всего пять глав, которые были уже опубликованы после его смерти. Ну что же, друзья мои, мы с вами такой небольшой экскурс в прижизненное издание Гоголя с вами завершили. И сейчас я попрошу вас в комментариях ответить на такой маленький каверзный вопрос. Почему Николай Васильевич так любил малоформатные издания? Малоформатные – это примерно вот как моя ладонь. Что было удобно делать с подобными изданиями и куда их брать? Ваши комментарии я, пожалуйста, прошу вас оставляйте под этим видео. Спасибо за внимание.